Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Данный выпуск посвящен пластику. Сейчас еще бы попкорна, и было бы вообще заебись. Так как пластик это колониальный товар, который является основным элементом в производстве одноразовых товаров, которые создают чрезмерное давление на среду обитания, превращаясь в континенты мусора. И усугубляют кризис капитализма. Мы считаем важным освещать данную тему. И рассмотрим внимание одного из главных исследователей этой темы, наследника дома Ротшильдов и его деятельности Дэвида Ротшильда. Что такое пластик? Пластик это материал, который может быть легко формован и манипулирован в различные формы при помощи тепла и давления. Он обычно производится из нефти или природного газа, и может быть использован для создания широкого спектра предметов, от пластиковых бутылок и пакетов до автомобильных деталей и электроники. Пластик является одним из наиболее распространенных материалов в мире, благодаря его универсальности, легкости и относительно низкой стоимости. Однако, пластик не является биоразлагаемым, что приводит к большим проблемам для окружающей среды при его использовании и выбрасывании. Вот он мир будущего, киберпанк, говно и грязь. Пластик является серьезной проблемой для окружающей среды. Он не только загрязняет нашу планету, но и наносит вред живым организмам и экосистемам. Вот несколько способов, которыми пластик наносит вред нашей окружающей среде. Загрязнение морей и океанов Каждый год в мировые океаны попадает огромное количество пластиковых отходов, которые убивают животных и разрушают экосистемы. Пластиковые отходы могут находиться в морской воде десятилетиями, испуская вредные химические вещества, которые могут попадать в пищевую цепочку и накапливаться в организмах животных. Если вы вредные химические, то листы, что ваша кожа сейчас подчеркнет пластиком на день, потому что вы должны попробовать получить внутренние, что часто у вас есть в голове, выкручиваете через живых пластиковых отходов. Загрязнение почвы. Некоторые пластиковые изделия могут разлагаться на годы и даже десятилетия. Они могут загрязнять почву, оставляя за собой токсичные следы и убивая растительность. Загрязнение воздуха. Сгорание пластика может выделять токсичные вещества, которые загрязняют воздух и наносят вред здоровью людей и животных. Угроза для животных. Пластиковые отходы могут запутываться в шее, конечности или внутренние органы животных, приводя к их гибели. Негативное влияние на здоровье людей. Пластик может содержать опасные химические вещества, которые могут выделяться при контакте с пищевыми продуктами или жидкостями, что может доносить вред здоровью человека. Продолжение следует... Пластик и человек. Пластик как раз таки и наносит вред здоровью человека в разных аспектах. При контакте с пищевыми продуктами и жидкостями, которые находятся внутри пластиковых контейнеров или бутылок, могут выделяться различные химические вещества, которые до сей поры не исследованы. Микропластик может находиться в пищевых продуктах и в воде, что может наносить вред здоровью человека при употреблении такой пищи и воды. Пластиковые изделия могут быть источником бактерий и вирусов, которые могут вызвать инфекционные заболевания. Сгорание пластика может выделять токсичные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье человека. Пластик может быть вдыхаемым. Например, в виде микрочастиц, что может вызвать проблемы с дыханием и легкими. Пластик, который используется для упаковки бытовых товаров, может содержать опасные химические вещества, такие как бисфенол-А, которые могут выделяться при контакте с пищевыми продуктами и наносить вред здоровью человека. Дэвид Ротшильд. Британский миллиардер. Не-не-не, не так. Британский триллионер, предприниматель и экологический активист, наследник дома Ротшильдов, который активно занимается проблемой загрязнения пластиком и его воздействием на окружающую среду. Он создал несколько организаций, таких как The Blue Marine Foundation, которые занимаются изучением проблемы загрязнения океанов пластиком и работают над ее решением. Да верно все ты говоришь, товарищ Ротшильд. Капитализм – это главная проблема. В интервью и выступлениях Дэвид Ротшильд высказывался о необходимости изменения нашего потребительского поведения, чтобы сократить потребление пластика и использовать альтернативные материалы. Он также призывал правительство и бизнес-сектор принять более жесткие меры по контролю за использованием пластика и разработке более эффективных методов утилизации отходов. В целом, Дэвид Ротшильд выступает за сокращение использования пластика и развитие более устойчивых и экологически безопасных методов производства и употребления товаром. И Дэвид Ротшильд наверняка понимает, что даже имея эфирные технологии, очищение земли от мусора не является решением проблемы. Действительным решением проблемы будет создание на большей части планеты Земля социалистического комьюнити стран и содружеств, где будет минимизирована участь одноразовых товаров и постепенно будет ликвидироваться товарное производство, а вместе с тем желание человека паразитировать друг на друге и уничтожать окружающую среду постоянным желанием наживы и перспектив ростовщичества. Хотя такие группировки, похожие на римский клуб и их представители, считают, что снижение человеческого населения на планете Земля может позволить им решить проблему загрязнения окружающей среды. Меньше народу, больше кислороду, меньше пластика. Увы и ах, это не так. Это все равно, что отсрочить неизбежное, так как капитализм всегда будет продуцировать отношения дельца-предпринимателя, а в конечном счете паразита. Потому Ротшильды и пролетарии. Дерзайте. Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. Изучение пластика в СССР было активно развивающейся отраслью науки и техники. В СССР было много научных институтов и предприятий, которые этим занимались. Одним из крупнейших научных институтов в этой области был Институт полимеров в Москве. Советские ученые и инженеры совершали ряд значимых открытий и разработок в области пластиков. Например, в 60-х годах была создана термостойкая пластмасса PET, которая стала широко использоваться в различных отраслях промышленности. В СССР не было такой направленности на исследования по снижению использования пластика, как это происходит сегодня. Однако, в СССР были разработаны программы по экономии сырья, включая пластмассы. Были предприняты меры по повышению эффективности использования пластиков и сокращению их отходов. В этом направлении были разработаны технологии вторичной переработки пластиков, позволяющие использовать отходы пластмасс для производства новых изделий. Впервые в мире!